дорогие друзья мы с вами приступаем к серии вещей для перинатальных центров для клуба 28 детей итак у меня в работе шерсть ян арт вул метраж 340 метров на 100 грамм из этой пряжи мы с вами свяжем комплект в виде пледа распашонки шапочки носочков по поводу рекомендации по пряже для меня честно говоря этот вопрос остается абсолютно открытым потому что у нескольких неонатологов я просила о консультациях по поводу именно пряжи и однозначного ответа я так и не получила часть неонатологов склоняется к мысли то деткам нужны вещи и стопроцентной шерсти вторая же часть неонатологов у которых я брала консультации также категорично в своем мнении о том что никакой шерсти только стопроцентный хлопок поэтому дать однозначный ответ то или иное я вам не могу поэтому наверное вяжите на свое усмотрение вяжем однофонтурным фангом то есть все те у кого есть однофонтурные машины смогут выполнить вместе со мной этот комплект расчетная плотность 8 машина бразер для машин silver возможно придется сделать перерасчет так как на моих машинах бразера silver плотности разные обычно разница составляет в 2 единицы для пледа 50 на 50 набираем по 67 петель набираем бросовым полотном провязываем несколько рядов если у вас машина бразер провязываем первый считывающий ряд рисунка устанавливаем счетчики на 0 включаем работу обе кнопки тук навешиваем грузы по всей длине полотна и вяжем просто прямо линии пледа я предлагаю нам выполнить по периметру сложным ажуром для тех у кого есть ажурные каретки для тех у кого нет можно выполнить крючком можно выполнить кругловязанным шнуром и так мы провязали двести восемьдесят шесть рядов счетчик обнуляем я выбрала сто пятьдесят девятый рисунок из каталога бразер будем провязывать следующим образом каждом втором ряду выполняя прибавки справа и слева по одной петле прибавки по краям для чего выполняем прибавки так как мы с вами собираемся выполнить окантовку полностью по периметру у нас все-таки квадрат нам нужны скошенные уголки для того чтобы не нарушить наш квадрат не забывай в каждом втором ряду прибавлять по одной петле и так друзья я провязала 18 рядов петли не закрываю а просто переношу их на бросовое полотно закрывать петли я хочу при помощи иглы конечно же их можно закрыть и на машине но намного удобнее будет закрыть их потом сняв связальные машины и более того соединив не закрывать их целиком закрытие со всем периметром поэтому пока я просто провязываю несколько рядов бросовым полотном мы получили красивый ажур с обеих сторон который будет хорошо смотреться как в сочетании с нашим фангом там где изнаночные петли так и у выбранного мной фангового рисунка очень хорошо смотрится и изнаночная сторона и прекрасно смотрится лицевая сторона ажур так как межузелковых петель у нас с вами 143 а всего нужно набрать петель и 134 значит мы имеем с вами 9 лишних межузелковых петель которые мы припосадим и сократим во время набора мне очень удобно выполнять набор десяти игольным декером поэтому выполняя набор межузелковых петель я 9 раз выполню сокращение при посаживании межузелковых петель набирайте аккуратно за полупетли равномерно при посаживая излишки ну что ж друзья все петли надеты на иглу машины провяжем один ряд слева направо мы будем одновременно соединять вот с этим скосом установим на первый ряд провязывания ожогного рисунка счетчик снова на 0 провязываем первый ряд соединяем межузелковые петли с правой стороны каретку возвращаем выполняем прибавку одной петли справа и слева не забываем не забываем соединяться с оборкой правой части впрочем как и не забываем выполнять припавки петель в каждом втором ряду поднову строим вы вы у как и не забываем в каждом втором ряду соединяться с предыдущей частью кружева и провязываем последние два ряда и точно также переносим все на бросовую нить с противоположной стороны был наш наборный край поэтому набрать первые 134 петли, которые и так уже есть в открытом виде на бросовом полотне не составит никакого труда уголки, посмотрите, вот они у нас с вами четкие четкие они с обеих сторон аналогичным образом выполните полностью отделку по периметру после чего закроем все петли первое наборное бросовое полотно аккуратно удаляем я предпочитаю делать это вот так в нескольких местах надрезаю первую нить потом все, что остается сделать, это аккуратно потянуть ну что ж, мы имеем красивый аккуратный плед однофандурный фанговый рисунок выглядит идеально с обеих сторон нам остается выполнить оформление закрытия края первый вариант закрытия края это тот, который я вам предлагала изначально можно взять иглу и петля в петлю эти петли закрыть второй способ оформления края который я лично буду использовать это крючок и здесь нам поможет магазин соушопс для рукоделия и набор крючков например, кловер я хочу усилить эффект ажура выделив краевые зубчики возьмем крючок я предлагаю взять крючок 1,75 для начала найдем зубчики, которые хотим выделить вот они раз, два, три откидываем бросовое полотно планочной стороной к себе я буду закрывать полустолбиком с одним накидом дойдя до вершины а вершина у нас вот хорошо видно хорошо обозначено на вершине из одной петли провяжем три таким образом движемся по периметру итак, если мы выделяли вот этот треугольник следующие центральные три петли провяжем в один прием идем к вершине следующего ромба треугольника подходим к его вершине если вы сомневаетесь откиньте бросовое полотно и вы увидите его вершину и из одной петли провяжите три и посмотрите вот у нас четко оформленный зубчатый край здесь подходим к центру недовязанного ромба и стягиваем этот центр путем набора трех петель и провязывание их в один прием таким образом оформите полностью периметр нашего пледика после чего аккуратно спрячьте концы нити и отец